Дмитрий Люк Стремительно пытался догонять, чтобы не в кустверглавное. Вылетает за трассу Сергей Межневский. Разворачивается. Ну, а Дмитрий Люк тем временем финиширует, завершает свой заезд лидером. Имеется в виду в позиции лидера. Сейчас они поменяются местами. Дмитрий Люк будет в роли догоняющего. Ждем зеленый свет светофора. Есть. Есть старт. Сергей Межневский в роли лидера. Дмитрий Люк в роли догоняющего. Жигули БМВ. Пока что Жигули вырывается вперед, но стоит не забывать. Ух, как быстро Илюк подстраиваться просто. Давай, давай, давай. Ближе. Теряет немножко угол Межневский. В это время Илюк обгоняет его. Дмитрий Илюк проходит дальше в сетку ТОП-16. Опытный волк из Одессы и относительный новичок из Киева. Новичок в дрифте, но не в моторном спорте. Константин занимается мотоциклетным спортом. Ну и решил поразлечься зимой на Жиге. А летом у него есть GT86 мятного цвета, который, наверное, знает весь русскоязычный интернет. Так, отрывается Дмитрий Илюк. Причем я хочу вам сказать, что отрыв начался именно с момента, где, в принципе, вторая дорожка тоже должна ускоряться. В свою очередь Константин Андреев из-за большого расстояния допускает несинхронный. Здесь уже выравнивается Константин Андреев. На ровных колесах пытается уже хотя бы финишировать. Ну, да, быстрый темп у двукратного чемпиона Украины на BMW. Ну, правая сторона сетки тоже не самая простая. Ух ты! На 108 ждет достаточно сильные пары тоже. Есть старт. Ой, близко. Как и на первом этапе, Дмитрий Илюк просто в багажнике Жигулей. Здесь немножко подотпускает Константин Андреев от Дмитрий. Чуть-чуть опаздывает с перекладкой. Заезжает внутрь в базу. Константин Андреев допускает разворот. Контакт! Уже интересно даже, чье крыло оказалось мощнее. Результат очевиден. Дмитрий Илюк проходит в топ-8. Достаточно сильную пару. Максим Миллер, Дмитрий Илюк. Миллер лидирует в этом заезде. Дмитрий Илюк будет в роли догоняющего. Достаточно высокий темп показывает Илюк на этом этапе. На своей BMW. Он здесь замешкался на разгоне Илюк. По внутренней траектории старается догонять Миллера. Асинхронный Илюк. Хорошо. В базу прям заезжает. Очень хорошо. Мне кажется, этот Одессит что-то знает в настройке автомобилей. Очень неплохо. Но к первой дуге есть вопросы. Итак, есть старт. Дмитрий Илюк разгоняется. Максим Миллер отстает на разгонке очень сильно. Дмитрий Илюк влипует. Там какая-то проблема на постановке, мне показалось. С двойной постановкой. Но, тем не менее, у Миллера огромнейшее расстояние. Пытается резать Максиму. И тут подъезжает Миллер. Но вылетает в бруствер. Неправильная траектория. Приводит тяжелую косатку прямо в бруствер. И по результату этого заезда Дмитрий Илюк проходит в топ-4. Готов, готов. Зеленый свет. Поехали. Алексей Виговский пытается раскочегарить свою шестерку в погоне за Дмитрием Илюком. Но очень темповая 36-я у Илюка. Я прям удивляюсь. Он прям вырывается от всех. Здесь не средняя траектория у Илюка. Но и Виговский расстояние сокращает Виговский расстояние. Отлично. Но не вынесет ли его эта траектория на широкую? Нет. Нет. Чуть-чуть черканул бруствер. Но в целом Виговский хорошо держится. Ну и Илюк, соответственно, в роли лидера, так сказать, удрал. Из-за этого у нас получаются нюансы. Есть старт. Поменялись местами Виговский с Илюком. Виговский теперь в роли лидера. Разгоняется Виговский. И Люк чуть-чуть отстает. Есть синхрон на постановке. С меньшим углом опять срезает Илюк. При этом Виговский по широкой... Да нет. Где-то такая же траектория. Средняя траектория показалась, что он шире ехал. Здесь хорошая перекладка. Расстояние здесь было у Виговского ближе. Опять черкает он. Бруствер корректируется. И Илюк при этом шире, практически без коррекции проезжает эту зону. И есть решение судей. Дмитрий Илюк проходит финал. Дмитрий Илюк седьмой в квалификации лидирует в этом заезде. Артур Подложный восьмой в квалификации. И в роли догоняющего в этом заезде. Стартует Артур. Как и в предыдущих своих заездах вырывается вперед. Пытается раньше ставиться Артур. Но нет, нет. Это была не попытка постановки. Опять же таки, по внутренней траектории. Из-за того, что лидер немножко вырвался дальше лидера. По внутренней траектории приходилось ставиться. Но здесь очень хорошо прессует Артур его. Расстояние меньше, чем в корпус. И сокращает его к финишу. С большим углом даже. Ничего себе. Артур Подложный сегодня очень сильно едет. Посмотрим, как поедут участники, поменявшись ролями. Есть старт. Артур Подложный вырывается вперед. Дмитрий Илюк. Не отпустит ли он его? Здесь расстояние больше у Илюка. Несинхронно постановки есть, но он и был. Минимальный он и был. Подложный шире первым. Да, почти синхронная перекладка у Илюка. Ой-ой-ой, Илюк заугливается. Артур Подложный, посмотрите. Чуть-чуть чиркает бруствер. Но Дмитрию Илюку приходится серьезно догонять его. Ой-ой-ой, заугляется Илюк. И у нас есть новая сенсация, о которой вы узнаете уже на награждении здесь. Это призеры второго раунда Битлук Сноудрифт. Алексей Веговский, Александр Косогов, Дмитрий Илюк. Ну, а мы ждем третий раунд, который запланирован на 9-10 февраля. Но будем смотреть погоду.